Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру черепашки ниндзи легенды. Ну что, заберем свои ежедневные награды. Так, в лигу самураев видимо меня скинули. Так, сейчас посмотрим. Открыть колоду. Ну давай, 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 быстрее открывай колоду мне. Так, кто там? Хан? Хан. Так, забираем здесь награду. Пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Буквально шемин там. Так, раз, два, три, четыре, пять. Интересно. Мне кажется даже не в лигу самураев три звезды, а даже в две звезды меня сбросили. Что-то мне вот это вот подсказывает. Так, ладно, давай бомбить. Так, зэк падает. Остаются вот эти вот самураи-охламоны. Да куда ты? Да куда ты тянешь? На моего Армагошу тебе его пора не пробить. Так, минус. Давай, наверное, просто укусим. И добьем. Первая волна пройдена идеально. На второй волне вот такие вот орлы нас ждут. Давай, наверное, смертельную волну сделаем. Отлично. Так, ну-ка теперь. Хоба. Минус. Попробуем сейчас нейтрализатора. Отлично. Укусик. И добивка. Все, ребята. Серия испытаний у нас пройдена. Значит, с тобой переходим к следующему заданию. Это, судя по всему, будем искать на Паукуса нужные нам вещи. Для того, чтобы прокачать ему скилл. Так, заберем награду. Переходим с тобой на Паукуса. Так, где он у нас? Вот он. Ну что, надо ему... Ага. Четыре ящика с инструментами. Мы тогда ему не нашли. Так, один есть. Второй. Третий и последний четвертый. Ой, тихо-тихо-тихо, не то. Вот он, последний ящик. Прокачиваем, друзья мои, скилл. Липкая ловушка до второй ступени. Что нам дальше пригодится? Пять катушек, да? Пленок с катушкой, или как там? Катушки с пленкой, да. Раз. Так, не туда я нажал. Два. Три. Ну давай, хорош ломаться. Какая доска для серфинга. Ты смотри, а. Все. Началось, короче. Так, нам еще нужна будет, да? Еще одна. Ну давай уже. Господи, все, ребят. Так, ну что, здесь мы нашли. Остается потом еще в следующей серии найти 12 номеров, тех знаков. И все. И мы прокачаем до третьей ступени. Так, здесь мы забираем с тобой награды. И поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 11 тысяч. Маловато. Поэтому давай какого-нибудь из слабеньких. Ну вот, например, кожеголовый. Отлично. Все, забираем последние наши награды. И переходим. Кстати, подождите секундочку. Переходим в магазин для начала. В предметы. 94 монеты. Чуть-чуть, ребята, не хватает, а. Но зато жетоны есть. 780. Поэтому приобретаем с тобой нашего бибобчика. Ну как приобретаем? ДНК берем. Всего лишь три штучки. А теперь давай посмотрим, что у нас на арене творится. Лига самураев. Три звезды. 99 позиции. Ё-моё. Сейчас мы с тобой будем карабкаться опять на вершину. Этого юреста. Давай возьмем вот эту вот команду. 43 уровни. Пока можно, в принципе, сыграть на равных, да? То есть мы с тобой возьмем вот этих вот моих бойцов. 45-ых. Один только 45-ый, остальные 54-ый. И, кстати, сейчас эта армада вся рванет, мне кажется, именно на бибобчика. Поэтому давай-ка мы их будем опережать. Слабенько. Это очень слабенько. Так, нам нужно, знаешь, что сделать? Леонардо как можно быстрее уничтожить. Почему? Потому что он хилер. Я не хочу, чтобы он... Да куда ты? Что ты сделал, Рей? Ну, ё-моё. Ё-моё. Хотя есть шанс ещё. Фу, повезло. Так, началось, да, короче? Давай бросим туда холодильник. Это массовая атака. Отлично. Всё. Первый поединочек у нас прошёл идеально. Я уже думал, сейчас начнём фэлиться. Но, как видишь, по инициативе мои бойцы превосходные. Так, и мы с тобой переходим. На шестьдесят восьмое место. Всего лишь, получается, тридцать ступенек пролетаем. Это мало, друзья мои. Это очень мало. Нам придётся здесь попыхтеть, чтобы хотя бы до Лиги Мастеров добраться. Так, ну что, тут пятьдесят... Какой там? Пятидесят уровень сорок восьмой, да? У нас пятьдесят четвёртый. Шанс как бы есть, причём огромный, на победу. Тут будем, скорее всего, заниматься Эйприл. А в первую очередь уничтожаем хилов. Так, давай, Левужги. Это массовая атака. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, что Доня сейчас добьёт. Так, идеально. Ну что, теперь давай-ка мы, наверное, кроликов бомбанём. Слушай, мне... Блин, он снял. Он снял весь негатив, ребят. Так, тихо, тихо. Ещё не хватало мне, чтобы... Донателлу ушатали бы. Ну, естественно. Пошли Сюрики в путь. Так, у нас Эйприл Кунаич... Ой, обычный Эйприл, поэтому... Есть шанс хильнуться. И его нужно использовать будет. Так, поехали. Залечили раны. Теперь что мы можем сделать? Ну, давай вот так вот добьём Донни, наверное. Угу. Добили. Постепенно урон его добил. Так, Лео. Да что ж ты будешь делать? Я думал, упадёт уже. И остаётся у нас Майки. Микеланджело. Да ты смотри, а. Какой прочный парень. Даже саблезуб не взял. Всё, ребят. Обалдеть. Несмотря на то, что у него был слабый уровень, да, мы его тут в пятером колбасили и еле зашатали. Ладно. Не будем о грустном. Будем о том, что куда мы с тобой переместимся? На 36-ю позицию. Окей. Значит так. Нет, давайте-ка уже 15-19. Вот. Есть у них такое дело. И мы с тобой берём... Раз. Так. Тут только полтиннички, да, я смотрю? Только лишь полтиннички. Поехали. Сейчас распишем, как по маслу, поверь мне. Что-то мне сразу захотелось бутербродик со сливочным маслом. Привет. Да, я только с работы, поэтому ни черташечки ещё пока не кушал. Съел пару морожен и всё. Так, ну что. Космонлёт прилетел. Не особо много, конечно, урона нанёс. Так же, как и Монда Гека. Я, наверное, сделаю здесь ускорение. Я хочу, чтобы мой отряд здесь очень быстро и эффективно боролся. Так, бросим туда гранату. Да что ж ты будешь делать-то? Кого тут добить? Наверное, Майки всё-таки в первую очередь. Тю-тюнь. Мне нравится, как этот улетает. Ай, малыш этот, который на плечо не уполетел. Так, хорош, успокоились, пожалуйста. Ну ты посмотри. Хорошо, у нас есть хил, да? Морозильная кошка. Мы, если что, залечь моргана с тобой. Ну, вначале постреляем. У всех, кстати, одинаковые бластеры, я заметил. Сейчас я с локоточка, знаешь кому? Вот этому. Сейчас я тебе с локотка. Ах, гадён. Чего? Не пробили? А ну-ка. Слэш. Так, поджарили, окей. Ммм, а теперь что нам сделать? Лизуна можно сделать вот сюда. Давай лизуна сделаем. Так, так. А, окей. Теперь хильнёмся. Шикарный хил, если честно. И добивка, надеюсь. Е. Да, как-то чувствуется, ребят, напряг. Напряг в этих вот боях. Очень сильно чувствуется. Даже можно было бы, наверное, сфальться, если бы они первыми ходили. Так, ну что, пятая позиция. То есть, Лига Сёгунов нас уже поджидает буквально через этот бой. Пятнадцать девятнадцать берём. Да что ты лезешь-то? Так, здесь сорок девятый. А, пятьдесят первый уровень есть. Ладно, попробуем всё-таки здесь тоже отбиться. Два рок-стыди. Давай-ка я возьму, наверное, сюда Пита. Потому что здесь хилл обязательно нужен. Хилл обязательно нужен. Так, у нас, знаете, что я заметил? Массовых атак-то нету. Вот это я... Вот это я сглупил. Ладно. Ой-ой-ой. Мало того, что массовых атак нету, у нас, по-моему... Блин, и провокации-то нету. Бросаем гранаты. Да что ж ты будешь делать-то? Эй. А если так? Хотя бы Доню ушатали. Так. О-о-о. Защиту поставил. Ёк-макарёк. Ребят, это плохо. Блин, тут ещё и постепенно урон. Думаю, что пока мы вот так вот просто клюнем... Давай-ка, наверное, на шайбу ему. В зубальничек. На. Да что ты, блин, ты... Чё такие ватные-то вы, ребята? Ну-ка, с разбега-то хоть ушатаешь? Уж Ваньку-то стиранка не убить. Это... Я не знаю, ребят. Вот всё, рассыпался парень. Так, шмальнём из бластера, потому что Бакс растокнул. Ну, сам знаешь. Две массовые атаки. Не особо хотелось бы, конечно, на них попадать. Да. Лучше, нам нужно хиляться уже. Всё, ребят. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Постепенно урон. Так, давай, Пит, выручай, пожалуйста, нашу команду. Тут только на тебя вся надежда. Ну и поехали. Значит, Донни. Крепкая. Крепкая у него вот эта вот защита, которую он вешает. Фиг её пробьёшь. А этот ещё жучара хильнулся, да? Или что, он там иммунитет повесил? Ну, пипец какой-то. Просто, ребят, пипец. Ну вот, хотя бы так. Теперь будем этого пробовать, ушатывать. Держись, Рокстеди. Родной, не падай раньше времени. Ты нам ещё нужен. Ну-ка, если так. Да вы сейчас издеваетесь, что ли? Ты посмотри, а. Господи, ребята, еле справились. Офигеть. Называется, поиграл на равных. Нет, так дело не пойдёт. Давай-ка мы возьмём с тобой нормальную команду. С каким-нибудь супер хилом. Ой, хилом. С супер бойцом. И будем проходить. Ну, а тем не менее, мы с тобой прошли в Лигу Сёгунов. Одна звезда. Но это пока одна звезда. Будем стремиться к высшему. Так. 15-19. Здесь Карайка. Подожди. Здесь... Да что вы лезете-то все? Возьму, наверное, Леонарда. Возьму... Пиццелитсово сюда. Блин. Слушай, ну тут надо брать посерьёзнее, ребят. Уже. Скорее всего, я сейчас буду через Шредера или через Рамагона отыгрывать вот этих малышей. Потому что, ну, 55-й уровень уже у нас не канает здесь. И сейчас их очень много у нас пойдёт. 55-й, 54-й уровень. Надо их всех отыгрывать. Так, в минус. Так, подожди секунду. Хотел вот так вот сделать. Борсай. Великолепно. Блин, вот этот... Вот этот кувшин мне нравится. Очень много наносит урона. И это он ещё не прокачанный. Так, что делаю выводы. Надо прокачивать. Причём у этого Леонарда Ведения у него две атаки. Массовые. Так, ну что, берём с тобой 15-19. И, как я обещал, берём Леонарда. Так, Усаки, подожди пока. Берём Леонарда и отыгрываем. Наших 50... 50-х, 55-х уровней. Потому что, ребят, ну, надо уже где-то 65-й, 60-й, чтобы играл. На равных мы их не замочим. Потому что у них прокачка идёт фулл-вая. В отличие от меня. У них и по скиллам всё идёт намного бодрее. А у меня... А у меня полный Алис. То есть, ни шиши не прокачано. Не смотрите на этот уровень. Уровень здесь тоже, как говорится, не очень много решает. Надо смотреть на прокачку скиллов. Так, 51-я позиция всего лишь пока. Так, я смотрю, уже 15-20 идёт. Возьмём, наверное, Бакстера. Бакстер столько, интересно, справится. Один, раз, два, три, четыре. По идее, если он уничтожит морозилку, именно морозильную кошку, то, в принципе, шансы есть. Давай попробуем. Через постепенный урон. Да, всё у нас получится. Сейчас эти из другого измерения прилетят. И, в принципе, должны наказать их всех. Всё. Что и требовалось доказать. Значит, моя теория была права. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим, на какое место мы приземляемся. Так, с 51-го на... 32-е. Всё равно медленно двигаемся. Какие-то задержки. Так, берём здесь Армагона. А вместе с Армагоном пойдёт Леонардо, Такейси, Бибок и Рокстеди. Он уже нас догоняет, ребят. 52-й уровень у противников. У нас только лишь 55-й. До сих пор ещё, кстати. Ну что, волночка, я думаю, здесь будет достаточно, да? Быстро, как говорится, и комфортно. Всё. Лежат и отдыхают. Ну, а мы с тобой продвигаемся далее И смотрим, какое место возьмём. Я надеюсь, где-то будет 10-е, А может быть, 7-е. Вот так вот. Хотелось бы мне именно такое место получить. 12-е. Блин, маловато. Давайте-ка 15-20. Хорош уже. 15-19 мне влуплять. Так, берём с тобой Супершрыдера. 1-2-3-4. Ну, ты сам понимаешь, что Супершрыдер сейчас Своей одной атакой Всех отправит в преисподнюю. С этим не поспоришь. Погнали. Ты бич. Всё, этого было достаточно. Так, у нас остаётся ещё неотыгранным кто? Усаги. Ой, там много ещё бойцов. Там Ванька, Стиранка. Там и Железноголовый. То есть, нам хватит. Ну, а мы проходим с тобой в Лигу Сёгунов. Две звёздочки. Так, ну что? 15-20. А может, дадут 15-21? Нет, вряд ли. Вряд ли. Ладно. Возьму одного Усаги. Я говорю, возьму одного Усаги. И вместе с ним вот этих вот ребят. Как на добивку, я думаю, они пойдут. Возможно, даже Усаги, если постарается, он может, в принципе, всех вырубить, если, опять же, повесить на всех постепенный урон. Что маловероятно. Ну, тем не менее, двоих этих точно уже таем. Да. Идеально. Продолжаем наш поединочек. И передвигаемся с тобой на какое место? 70-е где-то, да? 72-е. Ну, почти угадал. Возьмём вот этот отряд. Здесь, кстати, можно взять Доню и Ваньку. А вместе с ними пойдут вот эти вот ребята. 53-й, 54-й уровень у противника. У нас 56-й и 90-й. Так, ну-ка, с массового начнём. Давай, Майки. Ну, почти идеально. Теперь сюрики от Дони. Шикарно. И базука. А я называл это, ребята, из России с любовью. Но мне почему-то нравится больше вот так вот. Из России с любовью. Хотя, на самом деле, называется скилл, когда бросается граната. Спасибо за то, что поправили меня в комментариях. Ну что, мы с тобой переходим на 54-й. 54-й позицию. Так, 54-й позиция. Ну, хорош уже. 15-20 уже слишком долго. А, во. Блин, Майки. 61-го уровня. О-ля-ля. Я не знаю, ребята. Если он сейчас, конечно, успеет уклоняться. Ну, поставить своё уклонение. То мы тут запаримся их разбирать. Но я первый сделаю всё-таки. Пускай у нас будет первее уклоняшка это стоять. Теперь бросим бомбочку. Кстати, ты заметил, когда он бросает... О-о-о-о. Ну да. Кстати, заметил, когда зэк бросает бомбочку. Она чем-то мне напоминает тот самый чеп-ланшет, который у них был. Так. Минус двоечка сразу же. Я думаю, что остальные сейчас тоже все упадут. Изи. Ну, а как ещё назвать этот поединок? Конечно, изи. Даже Майки не помог. Он решил вместо отхила... Ой, вместо уклонения химнуть команду. Это была его ошибка. 37 место. Хорошо. Так. Давай-ка мы с тобой 15 или 16-21. Сколько там у нас? 16-21. Не надо мне 15-19. Занижает планочку. Так. Берём Рафаэля. Раз, два, три, четыре. Нет. Так будет слишком круто. Возьмём чего-нибудь послабже. О-о-о. Тихо. Подожди. Блин. Ну, я не знаю, ребята. Я надеюсь, что Макман выживет. Мы против шестидесятников выступаем. Макман у нас идёт 56-ым уровнем. Тогда мы с тобой возьмём, наверное, провокацию. Для начала. Типа. Блин, надо было на Рафаэля брать провокацию. Твою налево. Поспешали, поспешали. Ну. Кто ж знал. Погнали. Отлично. Да, конечно. Грюбешки закатай. Я буду сейчас с Леонардом. Сходит быстрее. Твою налево. Я так и думал. Я так и думал, что он будет хилять. На тебе. Так, Макман, давай свой Торнадо. Тыдыщ. Фиг пробьёшь ты нас. Вот защиту ты зря влепил парень. Так, минус. Минус. Добьём. Отлично. Вот здесь мы с тобой пробили его защиту. Именно защиту Данателла, который вешает. Даже очень хорошо. Ну, потому что здесь у нас и бойцы были всё-таки. Не слабенькие. Так, переходим с тобой на... 18 место. Мне кажется, нужно будет ещё два поединка всё-таки заклепать, чтобы перейти на следующий ранг. Я не уверен, но вот что-то интуиция подсказывает именно так. Здесь со своими силёнками мы справимся, а? Ну, давай попробуем. 62-59 уровни против 70-75, да? Ну-ка, начинаем с кунай. Твич. Так, кунай. Ага. Стоит охламонка. Теперь я её не вижу. Бинго. Минус хил. Так. С разбега ушатаем, интересно, этого или нет? Не получилось. А если вот так сделать? Ну, всё равно, друзья. Я считаю, что очень слабая атака у него. Метеорит вроде бы выглядит так внушающим, да? Летит. Но урона я не чувствую колоссального. Может быть, это всё виной то, что, ребята, у нас не сотый уровень. Может быть. Тут как бы я не буду ничего утверждать. Но всё равно, для 70-го уровня как-то слабо. Слабо действует этот вот удар, метеорит. Ладно, давай посмотрим, мы перейдём с тобой или... Да, мы перешли с тобой в Лигу Сёгонов 3 звезды. 99-я позиция. Отлично. Так. Возьмём кого? Возьмём, наверное, вот этот отрядик. О, тут бойцов-то осталось у нас шиш. Да, не шиша. Поэтому здесь, наверное, я буду отыгрывать... Да супер-шреддеры. Там бойцов не так много. Тем более, они 50 и 60-й уровень. Естественно, здесь без подмоги делать нечего. Погнали. Хопа. Тихо. Надо у нас уху залепить. Ладно, и так сойдёт. Всё, здесь прошли. Давай смотреть, что у нас там дальше. Я не знаю, сможем ли мы сегодня, конечно, в Лигу Мастеров. Вряд ли. У нас не хватит просто элементарных персонажей. Чтобы перейти. А так хотелось бы, конечно. Давай, Шреддер, выходим. Ну да. Раз, два. Получается. Три, четыре. И ещё на один поединок. Ну, максимум, какое там 50-е место будет у нас. Возможно, 60-е. А может быть, 40-ое. Сейчас посмотрим. Так, эти упали. Есть. Ну и последний у нас поединок сейчас будет. Давай, покажите мне, пожалуйста, куда мы перемещаемся. Чтобы я уже приблизительно оценил обстановку. Какое место? Блин, 66-е. Да, до 40-ого тут, извини меня, как до Китая раком. Ну что, я беру тогда Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну и пускай здесь водовесочек повисит зэк. Окей. Значит, это что у нас получается? Зэк ходит первым, да, у нас? Именно он. Так. Теперь Супер Шреддер, я думаю, добьет, наверное, всех. Да. Это у него получается очень хорошо. Именно добивать. Так, у нас остается что? События? Мы же события не проходили в прошлый раз, насколько я помню. Нет. Поэтому будем проходить его сегодня. Так. Испытания. Нам нужны силы природы. Точно? Точно. Нам нужен вот этот Рафаэль и нам нужен вот этот Микеланджело. Остальные у нас все есть. Так что поехали. Естественно, друзья мои, на автобой все это пока будет. Потому что здесь, ну, проще простого проходить. И уровень, как говорится, слабенький и все тому подобное. Будут падать с одного удара. Единственное, что я не знаю, стоит ли нам проходить это событие полностью. Или все-таки просто пройти, где у нас находятся майки ведения и Рафаэль и на этом остановиться. Или все-таки двигаться дальше. Не знаю. Ну, давай фиг с ней пройдем все. Все это событие. Я, правда, не уверен, пройдем ли мы с тобой последнее. Хотя у нас топовый варик. То есть отряд наш, полностью состоящий из сотных уровней. Должен разорвать там всех абсолютно. Ну, просто ни единого шанса у врага не должно быть. Так, давай, прогружайся быстрее. Нам некогда. Так, это получается раз, два, три. То есть три поединка, ну, просто у нас получается. Для того, чтобы только дойти. Ну, на автобой нормально. Ребят, сегодня выходит у нас игрушечка. Вартейл. Я ее уже купил. Поэтому на втором канале в ближайшее время будут по ней видосики. Если кто не знает, что это за игра. Я буквально, наверное, неделю назад показывал демо-версию этой игры. То есть играли мы в демо-версию. Сегодня состоялся... Ну, не скажу, что релиз. Она вышла, но пока еще в раннем доступе. Так что, возможно, будут присутствовать какие-то баги, лаги, недочеты. Ну, наша задача, ребят, начать играть и развиваться в этом интересном мире, который будет у нас там. Там, тем более, как говорится, нелинейный сюжет, открытый мир. Как говорится, что хочешь, то и делай. Так, ну что, эпизод третий. Погнали. Эпизод третий. Также, также, друзья мои, на автобое. Завтра, завтра у нас выходит тоже не менее прикольная игра. Астерикс и Абиликс. Там что-то, не помню, какая еще приписка. Битэмап. Как ни странно, да. Такого жанра, ребят. Поэтому завтра мы ее тоже приобретем. И, соответственно, на втором канале будет обзор ее. Будем играть в нее. Так, ну что, последняя у нас третья волна. Нифига, ты что-то перешел. Ты видел, как он побежал? Он побежал по воздуху просто-напросто. Не по земле, как все, а по воздуху. Зашибись, я это увидел. Такого что-то раньше не замечал. За ним. Каких погрешностей. Вот эту веревку я давно замечаю. И она меня очень сильно... Очень сильно, как тебе сказать... Не то, что раздражает, она меня интересует. Что там может быть на стене? Откуда эта веревка идет? Не можешь же просто так она висеть, от нечего делать. Сто процентов там что-то есть. Так, ну что, давай, ладно. Сейчас уж отаем. Кто-то мне недавно писал в комментариях, что Рэй вернись в игру вперед на зомби войну, да? Про зомбарей. Типа обновление будет. Друзья мои, я не знаю. Я уже сколько раз слышал. Уже, наверное, года два меня пичкают этими обновлениями. И никаких обнов там нету. Но, возможно, возможно, в скором времени я туда зайду. Но просто для того, чтобы хотя бы освежить память и посмотреть. Там сказали, что игра стала намного сложнее. Ну, вот хочу просто посмотреть. Ну, для меня она, естественно, будет сложной. Потому что я уже все позабыл. Какие войска против кого там действуют. Ну, просто поиграть можно. Я еще накачал там в себе списочек небольшой с новыми играми, которые, естественно, тоже у нас будут смотреться. Но только уже на Android-канале. Короче, вот на этом. На нашем основном. Так, ну что, друзья мои. Вот они, вот они. Рафаэльчик пошел. Мы пошли, как говорится, за его ДНК. Потом все это будем фармить. В Динобэш написал мне разработчик Андрей. По-моему, Андрей звать, если я могу, конечно, ошибиться. Написал Рэй. Так и так. У нас в Динобэш вышло обновление. Я тебе... Если тебе нужны кристаллы на просмотр нового динозавра, дай мне адресок. То есть, я 5-10. Короче, я, ребята, попросил. Да, он мне выдаст... Точнее, уже выдал кристаллы на покупку этого нового плювика. Он называется Старший, по-моему, плювик. Чисто его посмотрим. И он также сказал, что работает над второй частью игры Динобэш. И она выйдет весной 2022 года. Я... И он сказал, ну, вы хотите получить от меня уведомление, когда она выйдет? Я говорю, конечно, хочу. Потому что мои, говорю, зрители и мои подписчики эту игру очень любят. Он сказал, хорошо, как только эта игра выйдет, я вам сразу об этом сообщу. Так что, друзья мои, весной, возможно, мы будем с вами лицезреть вторую часть Динобэш. Надеюсь, она будет настолько же прикольная. Но хотелось бы побольше контента. Я имею в виду побольше динозавров, побольше всяких заклинаний, побольше всяких противников. Побольше новых карт, новых миссий. В общем, всего-всего-всего побольше. И с такой же замечательной рисовкой. Потому что рисовка мне той игры очень нравится. Она что-то типа как пластилиновая, не пластилиновая, но выглядит довольно прикольно. Так что вот так, ребят. Это вкратце ближайшие новости, которые нас там ожидают. Так, ну что, мы продолжаем с тобой поединочки. Так, отлично. Переходим с тобой на третью волну. Угу. Как я эти грибы ненавижу. Давай-ка вот так, наверное, их валоном сразу шваркнем. Памс. Все. И переходим на последнюю волну, где нас... Нет, все-таки Суперсерендер бежит по воздуху. Так, ну что, ужатаешь ты их лево? Ух, ты глянь, Каспинтер выжал. Все, ребята, хочу как-то пройти этот уровень в черепашках ниндзя безумно. И мутанты с этим, с Леонардо, который там во главе со своими братьями. Я не могу его пройти. Ты не поверишь, я не могу пройти его. У меня уже Крэнк там получил четвертую звезду, а я не могу их пройти. Кто-то говорит, обратись к Илье Ленойзу. Это наш приятель, наш товарищ. Все его, наверное, знают. Многие знают, должны знать. Вот мы как-то с ним коннектились. Сейчас что-то как-то не получается законнектиться. Видимо, может быть, занят. Я занят, он занят. Я работаю там. В отпуске-то было, конечно, попроще все это, когда был. И времени свободного. Вот, пока как бы... Ну, не коннектимся. Не то, что мы не хотим, просто вот как-то не получается. Вот, и этот. Так, подожди, ребята, это что такое? Это текстурный бак вот этот вот? Вот этот вот в углу здесь. Интересно. Раньше что-то такое не замечал. Точно бак? Травинка куда-то в небеса полетела. Вот, и это. О чем же я говорил-то? А, типа спроси у Ильи, как проходить этот уровень. Ребят, ну... Илюха в этой игре шарит больше, чем я. Правда, он в последнее время что-то тоже в нее не играет. Вот, и он этот уровень прошел фиг еще знает когда. Он уже, наверное, забыл, как его нужно проходить. Ну, у него ответ прост. Фарми все, что фармится. Смотри все, что смотрится. То есть, все рекламы, все вот это вот делай. В принципе, правильно он говорит. Но у меня порой нету просто времени на это все, ребят. Элементарно, понимаешь? Тем более, игр целая куча. Как все это успевать играть, ума не приложу. А на одной игре зацикливаться тоже не хочу, ребят. Я начинаю уставать. Вот и все. Так, ну что? Сколько у нас там еще? По-моему, последних два остается поединка. И, в принципе, событие пройдено. Последних два или последний один? Последний один, ребят, Лео. Кстати, вот это вот будет уровень офигенно фармить. Потому что как раз там есть черепашки, которые нам нужны. То есть, и Майки введение, да? И Майки и Рафаэль. Нам нужен Майки и Рафаэль. Сейчас забываю. Потому что Донни у нас недавно прокачался. Ну, а Леонардо уже очень давно. Причем у него довольно неплохой скилл. Как мы узнали, именно вот этот вот бочонок со снадами, которым он бросает и запрещает врагам хиляться. Так, помимо того, что он запрещает, он еще наносит офигенный урон. Так, ну что? Пока у нас все идет вообще четенько. Все изумительно. Сегодня еще попробуем, друзья мои, да пройти событие в Драконы-всаднике Олуха. Надеюсь, у нас получится там пройти. Соответственно, 100% будет, наверное, игра по героям. Планов дофига. Вот, успею ли я все это сделать? Я, наверное, вырублюсь быстрее. На самом деле, ребята, очень уставшие с работы. Так что, ну, что успеем, то успеем. Завтра у нас выходной. У меня, точнее, выходной. Поэтому, возможно, завтра будет тоже много чего интересного. Но, скорее всего, там уже будет для второго канала. Так, ладно, давай, лейте сюда, Химера. Мы сейчас тебя быстренько наваляем. Буквально с Шементом. Ну, что это? Ну, супер-шреддер. Что это за детский урон сейчас был? Ты его кого-то не ударил, а погладил, что ли? На тебе. Да ну нафиг, хорош. Что-то как-то долго мы с ним тут чутюкались. Ну, в любом случае, друзья мои, победа за нами. Мы с тобой берем ДНК на Лео. Хотя оно нам не нужно. Самая главная фарма. Посмотрим, сколько у нас сыра. А сыра у нас 23. 23, ребят. Так, вот у нас Рафаэль. Вот у нас Микеланджело. Именно они нам нужны. Хотя, мы можем, знаешь, что сделать? Сейчас посмотрим. Нет. Все-таки вот это самый оптимал. Подожди, вот. Здесь только черепашки видения. Поехали. Ой, что я делаю? 50 жетонов. Да. Две попытки и все мимо. Ну, я постарался, по крайней мере. Зато в следующей серии мы с тобой пройдем аренку. И можем спокойненько весь сыр просто сливать с тобой. Так, ну это я прошел. Это все у нас прудено. Так, заданий больше нету. В магазине все, что можно, я, по-моему, скупил. Так, завтра еще, скорее всего, друзья мои, мы получим с вами монетки. И у нас Шреддер Классика получит, по-моему, фуловую пятую звезду. Так ведь должно быть. Сейчас я посмотрю, по-моему, так. Где же он у нас? Вот он. Да, друзья мои. Пятую золотую звезду получит. Это будет круто. Ну что, друзья мои. А на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok